Это контейнеры для сбора мусора на улице Мира. Баков практически не видно. Старая мебель, строительный мусор и пищевые отходы. В нескольких метрах детская площадка. Такое соседство, по мнению местных жителей, недопустимо. Это вообще антисанитария. У меня сестра врач, мы все глубоко возмущены, собираемся обращаться, коллективные жалобы писать. Раньше два раза в неделю приезжали, общий мусор убирали, вывозили на машинах грузовых. Сейчас это вообще не делается. Адресов, где это не делается, еще великое множество. Улицы Джангильдина, Карпова. Картина аналогичная. На горячую линию ОРТ звонки от возмущенных горожан поступают ежедневно. Этой теме посвящается и прямой эфир программы «Обратная связь». В течение получаса телефон в студии не умолкает ни на минуту. Вот конкретно сейчас у нас с 11 числа мусор не вывозится вообще. Переполненные баки – главная тема и в интернете. В любом сообществе в социальных сетях можно встретить россыпь фото- и видеосвидетельств. Например, проезд автоматики. Мусор разбросан по всему тротуару. Пройти невозможно. Улица Самолетная. Площадка для сбора отходов и вовсе горит. Работают пожарные. Огнем охвачены баки и на улице Солнышской. И это лишь малая часть того, что можно встретить на просторах всемирной паутины. Основная причина скопления мусора, по словам специалистов, – неисправность контейнеров. Только в областном центре около сотни из них пришли в негодность. Раньше ремонт и обслуживание площадок было зоной ответственности компании регионального оператора по обращению с ТКО. Однако с Нового года, говорит ее руководитель, для снижения тарифа эту обязанность с него сняли. Мы регулярно мыли, меняли мешки, меняли стропы, меняли карабины. И оренбуржцы не дадут мне соврать, что таких историй, как сейчас, не было. Региональный оператор заявляет, сегодня обслуживание контейнеров возложено на управляющие компании. Они, в свою очередь, с такой постановкой вопроса не согласны. Просто так же не возьмешь ниоткуда деньги. Если возьмешь просто статьи текущего ремонта, завтра же нормальный человек обратится в прокуратуру и скажет, ребята, мы не давали согласия, и управляющая компания занимается целевым расходами средств. Что дальше будет, уже объяснять не надо. Решить спор управляющих компаний и регионального оператора пытаются в городской администрации. Так, Южному округу Оренбурга из бюджета выделяется почти 3 миллиона рублей. Деньги должны пойти на ремонт неисправных баков. После чего их обслуживание все-таки ляжет на плечи управляющих компаний. Передать в состав общее имущество квартирного дома, и чтобы непосредственно управляющая компания могла на законных основаниях тратить средства собственник на проведение данных мероприятий. Ситуация с вывозом мусора не остается без внимания и прокуратуры. Результат рейда по самым грязным контейнерным площадкам областного центра – несколько административных протоколов в отношении должностных лиц. Однако спустя две недели видимых перемен нет. Причем такие проблемы типичны не только для Оренбуржья. Вопреки требованиям закона, в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки. В третье субъекты, эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны, не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Органы местного самоуправления повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов. Появление единого регионального оператора, перераспределение обязанностей и непостоянство тарифа за вывоз ТКО – все это плоды мусорной реформы. Оренбургские политики говорят, что законопроект был принят явно поспешно. По их мнению, механизмы для его реализации не продуманы. Аукцион этот по выбору регионального оператора делался под конкретную организацию. К сожалению, закон о закупках позволяет нам сегодня это сделать, что аукцион может выиграть всего один участник. Поэтому с нашей точки зрения, да, аукцион был проведен некорректно, абсолютно никакой конкуренции там не было. Политики сомневаются и в последних изменениях регионального уровня. К передаче мусорных контейнеров на содержание управляющим компаниям отношения критичные. Я считаю, что это вообще коварство. Коварство по отношению жителей города Оренбурга. Вы же понимаете, что управляющая компания, откуда она берет деньги на содержание своих домов многоквартирных и других там частного сектора? Естественно, она берет кого? С жителей. Соответствующие и вырослут тарифы. В декабре мусорная реформа отметит два года. За это время ее ход уже несколько раз корректировался. Перераспределялись обязанности, менялась стоимость. По оценкам аналитиков, тариф за вывоз ТКО вырос на 300%. Однако, по мнению большинства потребителей этой коммунальной услуги, ее качество постоянно ухудшается. Вячеслав Камп и Владислав Корбунов, Константин Воробьев. Итоги недели.